Войны Главного управления разведки Вооруженных сил Украины уничтожили ракетный катер оккупантов «Ивановец». В ночь с 31 января на 1 февраля катер находился на рейде озера Донузлав в оккупированном Крыму. После ряда прямых попаданий в корпус корабль дал крен на корму и отправился на поиски крейсера «Москва». Ориентировочная стоимость потерянного судна составляет около 60 миллионов долларов. По предварительным данным, после затопления «Ивановца» россияне развернули поисково-спасательную операцию. Однако успеха она не возымела. Но уже все, уже посыпалась вся эта история. Штукатурка давно слезла. Сейчас начинает проявляться истинная вот эта вот морда. Морда. Потерь в Вооруженных силах России нет. Накануне Вооруженные силы Украины уничтожили три самолета в оккупированном Крыму. Два Су-34 и один Су-30. Это произошло во время ракетной атаки по аэродрому Бельбек. Пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Вот хочу в связи с этим сказать, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Тем временем Евросоюз утвердил многострадальный пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро на 4 года, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Решение поддержали все 27 стран, то есть и Венгрия. Инсайдер Радио Свобода Рикард Йозвек написал, что пакет принят без права вета для Венгрии и лишь с возможностью пересмотреть пакет через два года, а не через год, как этого хотели венгерские власти. Это полная победа ЕС и полнейшее поражение кремлевской марионетки Орбана. Что случилось? Почему все это происходит? Ночью в небе над Россией было сбито как минимум 11 беспилотников. Об этом сообщило российское министерство обороны. Согласно заявлениям военного ведомства, силами противовоздушной обороны 8 дронов были перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области, два беспилотника над территорией Воронежской области и еще один в Курском регионе России. Накануне вечером еще два беспилотника были обезврежены в городе Кстово Нижегородской области. Это около 800 километров от Украины. Агентство РИА Новости со ссылкой на свои анонимные источники сообщило, что дроны летели со стороны Рязанской области России на крайне низкой высоте и были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы. В Кстово расположены нефтеперерабатывающие предприятия, которые могли стать мишенью для беспилотных летательных аппаратов. Власти России теперь смогут законно отбирать имущество у тех, кого осудили за так называемые фейки российской армии. Государственная Дума приняла закон о конфискации единогласно. В третьем финальном чтении этот закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом России. В список тех, кто может лишиться имущества, входят также фигуранты дел о призывах к экстремизму и санкциям реабилитации нацизма и действий против российского государства. Когда мы говорим о законе-проекте, который будем рассматривать уже в третьем завершающем чтении, надо сразу сказать, что это законопроект о негодяях и предателях. О тех, кто сегодня в спину плюет нашим солдатам, предал свою родину, деньги перечисляет вооруженным силам страны, которая с нами воюет, находится за границей, доходы получает за счет собственности, недвижимости, находящейся на территории нашей страны. Несогласных с политикой Кремля попросту будут обирать, будут конфисковывать деньги, ценности и другое имущество. Кроме того, у фигурантов таких дел будут отбирать госнаграды и звания, если такое преступление совершили, цитата, из корыстных побуждений или по найму. Как это будут проверять, не уточняется. Депутаты также отметили, что речь идет не обо всем имуществе, а лишь о том, что было, цитирую, нажито преступным путем или использовалось для финансирования деятельности, которую российское государство сочтет незаконной. Конец цитаты. Это направлено против всех, кто не понравится людям, которые сейчас персонифицируют власть. То есть путинская Россия откатывается к советским приоритетам, когда собственностью государство является собственностью определенных людей, хотя они разговаривают, естественно, про общенародную собственность, но право собственности определяется правом владеть, распоряжаться, правом отчуждать, то есть продавать, дарить, завещать и правом требовать возврата по закону. Это три параметра еще в 1780 году описаны Семеном Десницким, крупнейшим, первым русским юристом и экономистом тоже. Так вот, в советские времена собственностью распоряжалась партийная номенклатура, и сейчас то же самое. Значит, в любой момент, если тебе не понравится, ты не понравишься кому-то, причем не обязательно даже и идеологически не понравишься, просто местный начальник может тебя объявить врагом отечества и, соответственно, изъять у тебя собственность как бы в пользу государства, то есть считается в пользу народу и так далее. Разрушение права собственности есть первый путь к уничтожению государственности. Так что, да, Россия закручивается в такую клачную воронку беззакония и произвола, и на этом фоне, ну да, будут отбирать дома, будут, потому что господин Володин, майонезный царь Российской Федерации, который там хозяин через своих родственников, естественно, практически полностью монополизированной масложировой промышленности в России, он, значит, теперь будет объяснять, кто имеет право, а кто не имеет право. Отобрали интеллектуальное право у писателя Акунина, вы, может быть, обратили внимание, но Александринский театр в Питере, известный постановщик Фокин заявили, что пьеса 1881, 1881, которую подготовила, написал Акунин, не является его интеллектуальной собственностью, потому что, на самом деле, это никакая не пьеса, а компиляция исторических фактов. И как бы теперь эта пьеса, интеллектуальная собственность Акунина, принадлежит театру. Ну, это означает, что люди, обладающие самоуважением, пониманием своих прав, будут с этой страной общаться издалека, а из нее будут уезжать и с ней прощаться. Чекистская номенклатура Путина накладывает лапу на все то, что в Конституции названо священным правом частной собственности. Теперь нет этого права. А личность без собственности – это миф. Соответственно, идет возврат к коллективизации, когда ты ничем... У тебя понятно, что твоими правами будет защищаться, заниматься господин Кадыров, а не Конституция Российской Федерации и его нукеры, или путинские чекисты. Понятно, что никакие законы не писаны, и раз уже могут просто за неправильное политическое поведение отбирать экономический базис, но это точно возврат к ленинской терминологии, которая говорила, что надо убрать у раздебных классов собственность, отдать ее народу, и тогда все будет хорошо. Но история показывает, что тогда начинается голод, тогда начинается гражданская война, и тогда, в конце концов, победоносная держава через 2-3 поколения разваливается. У России тоже катастрофическое будущее, именно потому, что она встала на путь возврата назад к ордынским приоритетам, когда вся собственность в руках, ну скажем, хана. А структурно организованное оседлое общество, основанное на принципах частной собственности, конечно, со времен Римской империи. Она разрушается. Так что беда, беда державе, беда государству, потому что его захватили варвары. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин